В то время Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Сегодня из евангельского поискования мы слышали о том, как Господь наш Иисус Христос накануне своих спасительных страданий вошел в Иерусалимский храм. Однако, войдя в храм, он увидел там вовсе не молящихся людей, встретил не благоговение и трепет пред Богом, но нечто ужасное. Весь храм, точнее, внешний его двор, иначе называемый двором язычников, был наполнен продающими и покупающими. Кто-то спорил о цене жертвенных животных, кто-то не мог обменять государственные деньги на деньги церковные, кто-то просто суетился и старался заработать на пришедших в Иерусалим паломников. Все это вызвало во Христе праведный гнев, и он стал выгонять из храма продающих и покупающих, обращаясь к ним словами святых пророков Исаии и Иеремии. «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойника». Преподобный Иерусалимский замечает, что храм – это обиталище Бога, следовательно, он дом молитвы, ибо с Богом общаются прежде всего молитвой. Если в храм ходят с корыстолюбивым, сребролюбивым желанием, то храм превращается в вертеп разбойника. Водя в храм, как гласит Евангелие, Господь стал ежедневно учить в нем народ. Таким образом, Он показал, каково истинное предназначение храма Божия. Храм не должен служить средством обогащения некоторых людей, чаще всего самих духовных лидеров иудейского народа. Задача храма заключается в том, дабы служить соединению человека с Богом. Именно в храме человек должен узнавать о Боге, открывать Его для себя, слышать Его голос. И Господь, хоть на малое время, но восстановил истинное предназначение храма. Он стал в нем проповедовать о пришествии Царства Божия и начале человеческого спасения. Однако, эта проповедь, к сожалению, была встречена все теми же духовными вождями Израиля враждебно. И не просто враждебно. По словам святого апостола и евангелиста Луки, первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить Его. Но ничего не могли сделать с Ним, так как весь народ неотступно слушал Его. Ярость и злоба первосвященников и книжников по отношению ко Христу росла с каждой его новой проповедью, потому что очень часто в своих поучениях Спаситель обличал духовную элиту Израиля. И даже когда Он делал это непрямо, но при помощи определенных образов и притч, первосвященники, книжники и фарисеи понимали, о ком идет речь, и еще более выходили из себя. Иудейские законоучители с удовольствием бы расправились со Христом, но не могли этого сделать, так как Господь, как бы этого не хотелось Его врагам, ни в чем не нарушал иудейский закон. С точки зрения закона, Его слова и поступки были безупречными. Именно поэтому, как говорит Евангелие, первосвященники, книжники и старейшие народа искали, в чем же подловить Христа и тем самым получить повод для Его осуждения. Читая сегодняшнее евангельское повествование, мы должны запомнить для себя, насколько важно не просто слушать, но и слышать слова Господа. Яркий пример тому – восприятие проповеди Господней обычным народом и Его духовными руководителями. Первые хотели слышать Господа, потому что ощущали ту неземную силу, которая была сокрыта в каждом Его слове. А вторые, напротив, настолько ожесточили свои сердца и уши, что вообще ничего не хотели слышать и воспринимать из слов Христа. И такое ожесточение стало причиной их собственного осуждения. Помня об этом, мы должны стараться всегда и во всем слышать своего Господа. Ведь именно от этого зависит наша будущая участь. Станем мы наследниками вечного осуждения, либо же вечной и блаженной жизни вместе с Богом, Его верными, искренними последователями. Субтитры создавал DimaTorzok